25 мая 2020 год Шикеша Джогдя Мадхура Шикешна Пряма является Прайоджина Мы обсуждаем сегодня разговор между сочетанием Прабу Санаты Нагасвами и сочетанием Прабу рассказывает о Самбанде, Абиде и Прайоджине Санаты Нагасвами Пад, он молится сочетанием Прабу пожалуйста проли на меня свою милость Этого ты рассказывал Дукатху Сырабхама Мбатачари Сырабхама Мбатачари, он описывает Этой шлак дает значение Этой шлаки в 9 вариантах На Махапарабу он раскрывает дважды Вдвойне значение Этой шлаки То есть он дает 18 значений А затем когда он обсуждает это Санаты Нагасвами, то он дает еще больше Объяснение и в итоге это получается 61 Объяснение Бхагалат Сварупада Симан Бхагалат, Бхагалат Пурани Говорится, что существует 12 песней в Бхагалатах Существует 12 песней в Бхагалатах Они это повторяют 12 частей тела Шри Кришны Когда джива считается изучать Бхагалата Практикуя Шраванам, Кьютанам и так далее Эта джива будет квалифицирована достигла Бхагалата Его обители Бхагалатом является Самое ощущение самого Господа Проявлением самого Бога Если кто-то принимает прибежище его имени Бхагалата Тогда он будет освобожден из океана материального мира Материальных страданий Поэтому здесь говорится Что Бхагалат является Самой Бхагалата Сварупой Обстремен самого Господа Бхагалата Каждое слово Подразумевает под собой множество различных значений Поэтому Множество писателей Они описывают значение этих слов и стихов в различных вариациях Существует много различных арикадхеев, много различных авторов, которые дают также различные объяснения всем этим шлокам В этой шлаке говорится В этой шлаке говорится Бхагалата 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 Вы не сможете понять Бхагалата Это просто невозможно Кто-то изучает Бхагалата и обретает Майю, а кто-то изучает Бхагалата и достигает трансцендентной обители Господа Чанкаравади Чанкаравади Майювади Они читают также Бхагалата Они не принимают Сварупу Бхагавана Их первая ошибка в том, что они не принимают форму Господа Его, Сварупу, изначальную форму И Сварабараму Кришна сочетананду выигрывают Однажды мы боремся с Суринами И там был один пандит И он говорил то, что Бхагаван он не Ракар и не Рвисеш И он спорил с вами об этом И я сказал ему Почему ты не принимаешь виграху Бхагавана? А он сказал Эта виграха она будет разрушена, она материальная Как мы можем сказать, что виграха это сочетананда виграха имеется в виду Божество? Где это написано? И тогда я сказал ему Бхагавана А он сказал Я не понимаю Бхагавана Он был маха-бандит Он был очень разумным И в Ясадевже он написал в Грандхе Где это Бхагавана Ясадевже не написал Бхагавана Что это за Брамасамхита? Ведь многие люди они не принимают Брамасамхиту за какое-то верное доказательство Ведь какие-то главы даже недоступны Брамасамхите Ведь когда Маха-бандит отправился в Южную Индию Он собрал какие-то части И многие бандиты они даже не принимают Брамасамхиту Ведь это установлено Гаудиасом Прадай И поэтому мы очень долго с ним спорили С этим бандитом И он цитировал множество шлок из Гиты Где он описывал Ниракарват То есть безличностную форму Господа Безличностное проявление Господа Бесформенное И люди которые будут читать Бхагават Таким путем в чем же будет смысл этого? Что же будет польза? Поэтому здесь говорится Что необходимо изучать Бхагават Бхагаватом под руководством Байжнава А иначе вы можете неправильно понять значение Это шлок И у вас также должна быть Однонаправленно низкая Клодесная стопа Господа И слушая Бхагават Катху От чистых преданных Степенно вы осознаете истинное значение Падмапурани Приводится шлока Бхагават Катху Которая говорит о том Если змея дотронется до молока То молоко Оно также станет ядовитым Поэтому Осознанно или неосознанно Выбейте это молоко Вы оставите тело То же самое происходит и здесь Если вы будете слушать Бхагаватом От А вайжнава То есть от не вайжнава То ваше факте будет полностью разрушено То есть если бы вы просто Выпили молоко То ваше тело наполнилось бы энергией И стало здоровым Но если выпить то молоко До которого дотронулась змея Оно станет ядовитым И то же самое молоко Которое могу принести вам здоровье Оно теперь станет смертельным для вас То же самое с Бхагаватом Бхагаватом это чистый нектар Но если Бхагаватом исходит из уст не вайжнава То оно будет ядовитым для нас Вы понимаете что я говорю Много различных ошибок у моего Но что-то можно принять так или иначе Мы можем что-то просить Но если они не принимают Божественную форму Бхагавана Это непростительно И это не является истинным и верным Бхагавана 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 Ниракар Нирвешеств Ниранжан Бхагавана Все, что вы видите в этом мире, оно иллюзорное. Брама Санхити. Нет, 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 они говорят, что Джива это сам Брам. Браму покрывает Майя. И он становится Дживой или другими формами Господа. И это все происходит для того, чтобы он смог проявить свои дилы. Но когда все разрушается, когда Майя сходит, то все снова возвращается к Браме. Поэтому некоторые люди, они говорят, что Рама, что шел Рама, затем Ситаджи и за ним шел Лакшма Джима. Ситаджи это Майя, Лакшма это Джива, а Рама это как Брама. Они приводят такой пример. Когда Ситу спрятать, когда Рама и Лакшма они просто сольются и станут Брамой снова. Майя Вани приводят такой пример. Они приводят такие неудачные примеры. Майя Вани приводят такой пример. Поэтому Маха Прабху он сам говорит. Майя Вани приводит такой пример. Каждая шлафа, каждое слово Бхагаватана имеет множество значений, поэтому каждый может брать для себя какое-то свое определенное значение и принимать его за истину. Махадев, он сам говорит, я знаю Бхагаватана, Шикадархасан также знает Бхагаватана, а в Ясаде-джи я не знаю, знает он Бхагаватан или нет. Совершая Бхакти, вы сможете осознать Бхагаватан, ведь вы не будете способны осознать Бхагаватан с помощью вашего интеллекта, ума, логических размышлений. Это невозможно. Бхагават – это крепость еды. Бхагаватан можно понять с помощью Иширатата. Бхагаватан. Бхагаватан. Бхагаватан — это не только Бхагаватан. Шимакбхагаватан, первая песня. Шимакбхагаватан говорится о том, что Шутагаслами и Шанакадариши они также обсуждали бхагаватану, и было задано шесть вопросов, и с помощью этих шести вопросов была описана вся бхагаватан. Шанакадариши задает вопросы в Сутагаслами Бхагаватан. И первый вопрос был следующим, что является самым наивысшим для Дживы, что является Шри и для Дживы. Второй вопрос был, расскажи нам, пожалуйста, как же мы можем удовлетворить Господа Шихари. Третий вопрос. Следующий, Бхагаван Васудеева. Как он проявляется в этом мире? Почему он проявляется и зло на Деваке? Четвертый вопрос. Бхагаван Васудеева, Шри Кришна. Он проявляет свои инкарнации, аватары, и расскажи нам эти лилы. Следующий, это Бхагаван, Кришна и Бхагаван. Они также проявляют лилы, расскажи нам славу их. Как же они проявляют свои лилы? И последний, когда Кришна, Он входит в Нити Адхаму, Галакавриндавана в это время. Кто принимает чье прибежище? Что происходит в этот момент? И Сута Гасвами Пада, с помощью этих шести вопросов, Он рассказывает Харикатку Шанакадирише. Когда Бхагаван Шри Кришна отправляется в Свою Нити Адхаму, В это время Дхарма принимает чье прибежище? Теперь говорится, что о своем Бхагаване. Когда Бхагаван, Он уходит в Свою Нити Адхаму, Он проявляется здесь на земле в форме Бхагаватана. Поэтому люди в Кришне, чьи глаза, они осквернены, услышав Бхагаватана, они обретут наивысшее благо. И поэтому Бхагаван, Он снова проявляется в форме Бхагавата. Когда Бхагаван проявляется в этом мире, Бхагаване ста и обретут наивысшее благо. Бхагаван, стартам. Бхагавана, что он вырос в плапе Бхагаване, они не обретут наивысшее благо. в сердцах живых существ. Но когда Господь в полной мере проявляет в сердцах своих садоков, в их сердцах проявляются также все наилучшие качества, такие как сострадание и так далее. И Господь, Он даёт подвечь учрение Бхагавы Дхарму для благого живых существ. И также Бхагаватам было рассказано для того, чтобы даровать благо всем живым существам. Поэтому мы так часто слышим, как мы должны следовать в нашу Мадхару, как мы должны достигнуть наивысшего уровня. Это всё описано в Бхагаватам. И поэтому говорится, насколько важно слушать Шрима Бхагаватам. Ведь наивысшей целью будет Радо Пряма. Это является самая наивысшая цель. Невысшая Пряма Дхарма. Она начинается с Варнашама Дхармы, и так она поднимается уровень за уровнем, и достигает Рада Пряма. Он начинает с Варнашама Дхармы. Он говорит о том, что это внешне, внешне, внешне. Он рассказывает о девяти симптомах Бхакте. Это разговор между читанием Мух Прабху и Санатанэ Гасвами. Он говорит, расскажи мне ещё, ещё, ещё. Мух Прабху говорит, что это всё внешне, внешне. Расскажи мне больше. И тогда он постепенно рассказывал, рассказывал о Вайде Бхакти, о Рагануга Бхакти, Сакке Пряма, о Васяре Пряма. И затем он достигает самую наивысшую Мадури Пряма. И он рассказывает о том, что это является наивысшая Пряма. И среди Сакке Пряма, это Раде Пряма. Он является самой наивысшей среди всех. И таким образом, Бхагаван, Шри Кришна, Он даёт также наставление Удэ для учения всего мира. Поэтому всем необходимо изучать одиннадцатую песню. Наши гуру Парам Пари, наш Парам Гуру Дэйв, Шила Бхакти Прагьяна Кеши Гасей Махаладжи, Он давал очень большое, давал большое внимание. Одиннадцатая песня. Он говорил, что все должны изучать одиннадцатую песню Шрима Бхагаватана. Там описывается, как Бхададжио, она может подняться до самого наивысшего уровня. Это называется Уддав Самбад. Уддав Самбаджио, она может подняться до самого Гуру Дэйв, Шри Кришна. Уддав Самбаджио, она может подняться до самого Гуру Дэйв, Шри Кришна. Он, находясь в очень смиренном состоянии, говорит, он просто сумасшедший. Это тоже сумасшедший. И Махакраву, он очень смиренно говорит, суть Бхагаватана, значение Бхагаватана, ты должен услышать очень внимательно и должен осознать это. И сказав это, Санатана Гаслами Бхады, он говорит, о, Прабху, каковы же мои обязанности и что же я должен делать сейчас? И Махакраву говорит, ты должен установить Вашнава, смирить и счастье. Санатана Гаслами Бхады, он говорит, о, Прабху, как же я могу установить Твои Грандхи, сястры, как это возможно для меня? Санатана Гаслами Бхады очень смиренно говорит, «Во мне нет никакой квалификации». В первую очередь необходима милость Гуру. Как я такой неквалифицированно могу объяснить Бхагават? И тогда он говорит, обрабу, пожалуйста, пролей милость на меня, чтобы я был способным выполнить Твою просьбу, чтобы я мог следовать Твоему желанию и установить Смирити Шастры. И что это за Смирити Шастры? Ваишнава Смирити Грандха. Чтобы я смог проявить все правила прикосновения. То, что ты напишешь Кришну, Он все проявит Твоем сердце, и затем ты просто запишешь это. Таким образом, ты начни писать Грандхи. Ваишнава Смирити Шастры, пожалуйста, установить эти Грандхи, проповедуя чистую преданность. Итак, считание право удают такой указ через Натани Гасвенбаду. Мантры Джаб, Мантры Медитации. Все, на самом деле, все упомянуто, как мы можем совершать сна, то есть омовение, как мы можем использовать Рей, Панчи Патрум, сколько раз даже нужно мыть руки после туалета. Там все, все написано. Вы можете найти все в Харик Активенасе. И настолько, насколько это возможно, вы должны следовать этим правилам. Есть множество правил предписания, но мы должны следовать всему по максимуму. Настолько, насколько это возможно для нас. Шоучи, значит, чистота. По сравнению с тем, мы должны следовать этому. То есть, что это такое? То есть, когда вы ходите в туалет, сколько раз вы должны омыть руки? Раньше люди мыли руки с помощью песка. Я помню, раньше у нас также была земля. И мы после туалета брали землю и мыли руки с землей. Глина. Когда у нас были деньги, мы покупали какой-нибудь порошочек стиральный, моющий порошок. И те, кто постарше, они знают, как мы мыли в прошлом руки с помощью глины и земли. Особенностью после туалета мы должны мыть свои руки. Если вы даже кусочком одежды заденете туалет, то вы все будете осквернены. Вы должны быть очень аккуратны. Вы должны очень аккуратно все делать. Поэтому Махапрабху, он дает наставление ему, Саната Нагасинампаду, описать все это в подробностях. Описать Ваишнаваса Тачар, когда вы пойдете. Если вы поедете в Сафат иностранный, бывает там, что ванны и туалет в раздельных местах, и там ничего не организовано. Не организована вода, чтобы омыться после туалета. В туалете ничего не организовано. И сейчас постепенно это переходит в нашу страну. И когда холодно на большие семьи, здесь они также не используют воду. Поэтому мы обязательно ездим в западные страны со своим ковшиком. Держим ковшик в туалете, а иначе проблема. Ничего там не организовано. Там даже не организована вода в туалете, если раздельные туалеты и ванны. Итак, здесь говорится шоуче, то есть чистота. Здесь говорится о том, что когда мы выходим из туалета, мы должны сколько раз помыть руки, и так далее. Все написано в подробности. Бывает, что кто-то не способен принять полное омовение. Тогда нужно принять омовение хотя бы в нижней части тела. До пояса, да. Потому что бывает иногда в погодном слове, они подавляют очень холодно или еще что-то. Тогда вы должны поступить куда бы таким образом. Как мы должны чистить зубы, даже описано. Как мы должны погружаться в икадыши. Как мы должны чистить зубы во время икадыши. Как мы должны совершать вечернюю медитацию, служение Гуру. Удва-пундра, ставить тилок, что тилок должен быть ровным, не наискосок. Все это описано в башнавасадочаре. Мантры для того, чтобы рвать листочки в стул оси. Прежде чем зайти в алтарную, имеется в виду, где стоят божества, вам необходимо сначала похлопать в ладоши. И зачем открыть дверь к так вроде в алтарную. Особенности мы должны прикасаться к божествам левой рукой. Много различных правил Хари-бактираласия. И мы должны следовать им по максимуму настолько, насколько это возможно для нас. Есть много различных правил предписаний. Если мы постараемся следовать всему, то на самом деле это не так просто. Но вы должны следовать хотя бы настолько, насколько это возможно для нас. И в результате этих правил, который начинает Nearбан. Есть много различных правил, не наискоскоподжием. Здесь меня есть больше различных правил. Когда пуджария, он совершает арчину пуджу. Продолжения не было, к сожалению. Как они должны быть установлены и т.д. Какая шелограмма, какие виды шелограмм. Нарисимка шелограмм. Много различных идей шелограмм. Много различных идей шелограмм. Много различных идей шелограмм. Мога пробовал, он сам говорит. Какие икадыши мы должны съедать, какие нет, то есть шуды икадыши, давиды икадыши. Есть определенный вечер, который мы должны следовать, то есть мы должны следовать икадыши в соответствии с вишневским календарем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он устанавливает Видимарго, Рамамарго, Вигра Пракаш, Бхакти Преим, Бхакти Рас, Бхакти Сиддханта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok